Идет вторая декада мая. Вот так выглядит молодая прививка. Эта прививка была сделана окулировкой в приклад без пробуждения глазка. В данном случае вот щиток. И здесь у нас развился уже вот такой побег. Он довольно-таки мощный, энергичный. Но для того, чтобы его сила роста не снижалась, и для того, чтобы он хорошо у нас рос и развивался, нужно постоянно будет удалять вот такие вот порослевые подвоенные побеги, растущие ниже него. Во втором побеге, во второй побег, тоже была сделана окулировка в приклад без пробуждения. Но она не распустилась. Торопиться мы не будем с выводами. Возможно, она у нас распустится, но несколько позже. Поэтому мы пока ее оставим. Выше прививок идут подвоенные побеги прошлого года. Мы их пока не удаляем. Почему? Во-первых, питательные вещества, двигающиеся от корневой системы выше, транзитом проходя, оставляют часть свою на прививку. И второй момент. Вот этот вот побег, на котором мы удалим все распускающиеся подвоенные побеги, он послужит нам некоторой временной опорой для нашей прививки. То есть она чуть подрастет, и мы ее вот так зафиксируем, и дальше уже впустим на шпалеру. В последующем, конечно же, этот подвоенный побег мы удалим. Через какое время? Ну, где-то уже приблизительно, наверное, к концу июня мы этот побег удалим. Когда? Когда наша прививка достигнет уровня первой проволоки. Скорее всего, это будет конец июня. Э, конец мая, вернее. И здесь на второй подвойной лозе мы также удалим распускающиеся побеги и оставим ее просто в виде опоры. Вот так вот молодая прививка у нас развивается. Что мы еще можем сделать? Развился усик, значит, урожая на ней, конечно же, не будет. А даже если бы и был, мы бы его удалили для того, чтобы он не отбирал силы у нашего побега. И мы сейчас его прищепнем. Вот таким образом. То есть удалим макушку. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы с нижних вот этих лозков у нас развились пасынки. И сразу же мы могли сформировать структуру куста и развить большой листовой полок и нагрузить растения побегами. И чтобы не жировал этот один побег. Да, если оставить его одного, он может жировать. А так развившиеся пасынки скоррелируют силу корневой системы и надземной части. И легче формировать будет куст? Да, тогда будет больше возможностей и маневра для формирования куста и создания структурных его элементов.